Цифровизация армии Казахстана Спасибо. Цифровизация вооруженных сил это значит повышение эффективности вооруженных сил путем применения цифровых решений. То есть условно мы можем на два режима разделить это мирное время и военное время. В мирное время задачей цифровизации является повышение и поддержание боевой готовности. В военное время понятно эффективное управление видами войск. Если коротко, это вот так. По большому счету будем говорить о мирном времени. Мы имеем ввиду, что это оптимизация процессов, это контроль процессов. Потому что это большая в прямом переносном смысле слова армия людей, которую нужно каким-то образом контролировать. Правильно ли я понимаю? Совершенно верно. Более того, при цифровизации делается реинжиниринг существующих процессов. Я говорил о боевой готовности в мирное время. Она состоит из нескольких слагающихся блоков. И каждый блок имеет под собой какие-то свои определенные процессы. К примеру, там укомплектование людскими ресурсами или тыловое обеспечение, или обеспечение вооружением, военной техники. Каждый из этих блоков имеет внутри процессы, которые нужно пересматривать. То есть разложить, как есть сегодня эти процессы, как выглядят. Посмотреть через призму цифровизации, какие процессы можно оптимизировать путем, к примеру, интеграции баз данных. Если вот на примере рассказать, по укомплектованию людскими ресурсами, вы знаете, они состоят у нас из срочников, из контрактников, сержантов, офицеров. По срочникам сегодня провели работу по оптимизации процессов их отбора путем интеграции с базами данных Министерства образования, здравоохранения, труда и социальной защиты. То есть чтобы студенты, болеющие люди, там, е-учетники или инвалиды могли не приходить и автоматически быть освобождены, так скажем, от срочной службы в проактивном режиме. То есть это вот на конкретном примере, как мы подходим к цифровизации этих процессов. Оптимизация и автоматизация. Вот когда мы говорим о технологичности армии, ну это само собой разумеющееся, да, то есть время идет, все меняется. Но в то же время так ли и настолько ли актуальен вопрос цифровизации в армии? Сейчас с учетом так называемых грязных данных, то, о чем вы говорили, да, в подобающем ли они состоянии для того, чтобы можно было с ними работать? Ну вопрос актуальности, я думаю, здесь нет сомнений, что актуально, однозначно. Касательно грязных данных, да, есть фундаментальные проблемы, которые нужно решать для того, чтобы в целом перейти на такую полномасштабную цифровизацию. Это касается и структурирования данных, о чем вы говорите. Это та же инфраструктура, это те же люди, которые внедряют или используют или иницируют внедрение цифровизации. Вот здесь вот очень правильную тему затронули. Все-таки отрасль имеет свою специфику, очень специфическую отрасль. У нас в Казахстане подготавливается большое количество довольно квалифицированных IT-специалистов, но, по-моему, по данной тематике пока не обратили внимания. Отсюда вопрос, вот с учетом кадров для осуществления вот этой цифровизации, есть ли достаточные кадры? Ну, хороший вопрос. К сожалению, должен признать, что кадрового потенциала в армии недостаточно для такой форсированной цифровой трансформации. Мы сегодня вынуждены где-то на нескольких фронтов иметь одного и того же человека, который и там, и тут, так скажем, выполняет задачи по IT. Ну, это понятно, здесь рынок динамично развивается, IT-рынок, спрос на IT-кадры очень высок, даже у обычных IT-компаний бывают большие дефициты в потребности в этих кадрах. У нас с нашими заработными платами государственных служащих, я думаю, сложно конкурировать. Я сейчас говорю о внутренних IT-компаниях, казахстанских, но если мы будем в расчет брать еще и иностранные, то здесь понятно. Порядок цифр другой там. Да, однозначно. Но мы, вы знаете, мы как государство в государстве, у нас есть и свое образование, своя медицина, своя полиция, строительство и так далее. И вот касательно образования, есть свои школы Жасулан, колледжи, университеты, там интенсивно готовим этих кадров. Плюс есть военные кафедры в каждом университете, проводим работу с ребятами, которые обучаются там и, так скажем, пытаемся переманить, что ли, к вооруженным силам. Есть определенные сейчас, так скажем, улучшения в этом направлении. Мы смогли все-таки укомплектовать тот костяк, основной департамент развития IT в армии. Это вот как первый шаг. Остальные подразделения потихоньку будем вот таким методом пробовать, закрывать. А все-таки, когда мы говорим об цифровизации в войсках, мы прежде всего говорим о кибервойсках? Нет, не всегда так. То есть, есть процессы элементарные настройки там кабелей. То есть, человеку нужно там настроить айпишки в коммутаторах, маршрутизаторах. Когда в воинскую часть заходят, так скажем, сети, открытые или закрытые, должны быть люди на местах, которые умеют его настраивать. Компетентные, но все-таки свои. Свои, да. Какие направления, если вот, скажем, тезисно по списку сказать, нуждаются в цифровизации в первую очередь? То есть, над чем вы работаете, по большому счету? Ну, вот я ранее сказал, мирное и военное время, на самом деле, чтобы и там, и там что-то получилось, нужно сперва закрыть какие-то фундаментальные вопросы. Это вот инфраструктура, это IT-специалисты. Понятно, без инфраструктуры, вот на примере я вот объясняю, контролирующие органы приходят, говорят, вот вами разработаны там 10 лет назад несколько информсистем. Почему они не работают? Это вот то же самое, что мы купили самолет, так скажем, но не построили взлетную полосу. То есть, понятно, самолет есть, полосы нет и сложно осуществлять перелеты. Абсолютно невозможно. Помимо этого, нету пилотов готовых, которые смогут там управлять самолетом. Вот о чем я говорил, иногда доходит до того, что, ну, так скажем, наш специалист в области IT, не знает, с какой стороны подойти к настройке этих IP-адресов, приходится с центра определять там, так называемого ментора, наставника, который там на месте объясняет, показывает человеку, как нужно работать. Ну вот, нужно решить вот эти фундаментальные вещи раз, но это не говорит, что мы там сосредоточены вот на инфраструктуре и людях и забыли там про вот эти два основных блока. И там и там работа проводится параллельно. И, исходя из сегодняшних, текущих, сегодняшних состояний, мы идем дальше. То есть, если где-то уже программа разработана, мы ее дорабатываем дальше. Там интегрируем между собой, делаем единую архитектуру. Если где-то абсолютно ничего нет, то там, понятно, работаем над техническими документами, которые дадут основу для разработки этих продуктов. В целом, отрасль, мы уже говорили, специфичная, закрытая в любой стране. И в этом смысле, конечно, о многих вещах говорить не приходится, но в то же время, какова конечная цель всего процесса цифровизации? То есть, ну, в чем, если разделить, да, цель, скажем, сохранения жизни солдата, да, и улучшения его жизни во время его службы? Да. Одним словом, это повышение эффективности. То есть, какой бы процесс ни был в армии, он путем цифровизации должен повысить максимально свою эффективность. То есть, если какие-то процессы сегодня занимают у нас там несколько месяцев для достижения какой-то конечной цели, путем цифровизации мы должны сократить сроки. Раз. Или вообще пересмотреть подход к достижению этих целей. То есть, это может быть не цифровизация существующих процессов, это может быть абсолютно другой подход. Но конечная цель, которая нужна генеральному штабу, она должна быть достигнута. Ну, то есть, такая, это инструментарий больше. Да. Несколько проектов я вычитал на сайте в том числе и из тех интервью, которые исходили от Министерства обороны. И есть несколько проектов, которые сейчас запускаются. Например, один из них это цифровый военкомат. Вот насколько это все-таки возникает вопрос реально? И планируется ли в ближайшее время, в ближайшие годы, может быть, отцифровать процесс призыва на воинскую службу? Потому что это же тоже вопрос оптимизации. Ну, я вот вначале немножко проговорил. Абсолютно реально. Мы уже сегодня этим занимаемся. То есть, если сегодня студенты приходят со справками с университета, с печатью, доказывают, что я студент, или приходит инвалид, говорит, вот я инвалид, или там, я там состою на Д-учете, или там, бывают судимые, они тоже не подлежат призыву. Очень большие очереди. Мы посчитали, где-то в год в среднем больше 500 тысяч человек ненужных, то есть не подлежащих призыву, приходят по нескольку раз в военкоматы. Отмечаются. Да. Вернее, доказывают, что они там не подлежат призыву. То есть, путем вот этой цифровизации, вернее, интеграции баз данных государственных органов, мы не будем посылать смс-ки, призывать этих ребят в военкоматы в срочную службу, а будем работать только с тем пулом призывников, которые на самом деле подлежат. То есть, вы знаете, если там более двух детей, более одного ребенка, то человек тоже не подлежит призыву. То есть, исходя из тех данных, которые есть у государства, мы можем определить, кто подлежит, кто не подлежит, кому нужна отсрочка, пока он там мучится, не знаю, или еще что-то, или кто-то совсем не подлежит воинской службе. То есть, работаем только с тем количеством людей, которые на самом деле должны пройти срочную службу. Это намного упрощает жизнь как военкоманту, так и самому призывнику. Плюс очень много, ну, количество государственных средств экономится. Помимо этого, мы провели реинжиниринг, вот опять один из тех примеров, когда раньше был, вернее, он и сейчас есть, процесс предписной компании, когда 17-летний приходит, проходит все эти медкомиссию, собирает кучу бумаг ненужных, приносит, и ему в конце говорят, вот вы прикреплены там в такой-то военкомат. Этот процесс мы путем, опять же, интеграции баз данных убираем вообще. То есть, понятие предписной билет со следующего года отменяем. Сейчас проводим работы как нормативные, так и технические, но при этом качество не теряется. То есть, по длинным коридорам в нижнем биле и в сапогах уже ходить не надо? Да. Эта информация получается от, например, прикрепленной поликлиники? Поликлиники там и так далее, да. Но это вопрос же еще актуализации в том смысле, что, ну, не дай бог, конечно, но есть человек, который, скажем, годен был в какой-то момент, ну, не дай бог, стал там инвалидом, да? То есть, получается, вы сразу получаете актуальную информацию о том, что к нему... У нас, на самом деле, интеграция сегодня существует в режиме запрос-ответ. Мы делаем запрос, нам отвечают. Но, вы представляете, каждого человека вот так опрашивать, это очень много времени там и ресурсозатратно. И вот как раз мы переходим в режим актуализации, когда информация, вот, не дай бог, да, такая ситуация, мы об этом человеке знаем и с ним уже не работаем. Мы все осуществлены о проведенном конкурсе. Те, кто интересуется темой, цифровые офицеры. Вот здесь не могли бы вы поделиться все-таки своим мнением о данном конкурсе? Да, это очень важно. В том смысле, что в чем его основная задача и планируется ли его проведение в дальнейшем? Да, здесь в первую очередь, наверное, нужно отметить решительность министра обороны, который решился на такой проект. Я сейчас объясню, почему. Мы провели большой конкурс трехэтапный среди всех военнослужащих офицеров, которые имеют там более пяти лет опыта работы. Это могут быть и капитаны, где-то и старшие лейтенанты. Сделали там сперва тест на IQ. Есть тест IQ внутри министерства разработанного. Есть внешний тест SHL, который проходят. Мы, к примеру, при отборе в президентский молодежный кадр резерв проходили. Или там компании Big Four обычно проводят его. Это такой тест на логику, насколько человек может там имеет какие-то аналитические склады ума какой-то. Это вот первый тур. Оттуда отсеяли половину. Дальше провели конкурс в независимую комиссию, которая определила, так скажем, начиная от мотивированности человека, его в целом понимание цифровой трансформации. Каждый приходил со своей идеей, но при этом рассматривался не только сам проект, а подход к этому проекту этого человека. Простите, что перебиваю, это вопрос вовлеченности. Вовлеченности, вопрос вовлеченности, мотивированности. И там половину отсеяли. И вот, так скажем, финал, круг собеседования уже с руководством министерства. Мы из более 25 или 26 человек, не помню уже, отобрали 12 человек сегодня. Эти 12 человек работают на позициях руководитель минус один. То есть мы создали специально для этих офицеров должности, к примеру, если это центральный аппарат, заместитель начальника департамента. Или если это войска, то заместитель начальника штаба. То есть это полковничьи должности на самом деле. Но у нас сегодня два капитана там работают, четыре майора, если не ошибаюсь. Ну вот что-то такое. Есть несколько капитанов, есть несколько майоров, подполковников, ну и полковники, соответственно. Для армии, когда там майор, к примеру, или тот же капитан управляет полковниками, ну что-то такое там нестандартное. Небывалое. Да, небывалое на самом деле. И, кстати, у нас кейс, первый раз девушка назначилась на эту позицию. То есть это впервые истории, так скажем, Министерства обороны, когда заместителем начальника департамента стала женщина. Но мы говорим, что конкурс был прозрачный, возможность была у всех, и у полковников, и у майоров. Но эти люди более склонны к IT, имеют какие-то базовые понимания. И понятно, что вопросы цифровой трансформации должны вести те люди, которые лучше в этом разбираются, так скажем. Если я правильно понимаю, это социальный лифт в действии? Да, это такой боковой вход для тех, кто готов заниматься цифровой трансформацией. В то же время на них возлагаются большие надежды? Однозначно, однозначно. И нужно сказать, что мы сейчас тестируем, 12 человек, это не предел. Понятно, подразделений у нас много. Сейчас 12 человек, это вот в сухопутных войсках один, в силу воздушной обороны один, в ВМС один, образование один и так далее. В завершение хотел бы вопрос такой задать, очень важный в части достижения результата. Насколько заинтересованы казахстанские IT-компании в данном процессе, в процессе цифровизации армии? Поступают ли в адрес Министерства обороны подобные предложения? То есть есть ли нехватка или неинтерес со стороны IT-компании? Ну, здесь мне немного легче, потому что я ранее возглавлял департамент развития IT-отрасли и, так скажем, знал почти каждую казахстанскую IT-компанию и знал, какие проекты у них реализовываются. И при возникновении каких-то запросов я мог оперативно выходить на IT-компании и говорить о наличии такого-то запроса с нашей стороны. Раз. Второе. Мы несколько раз периодически организовываем встречи здесь, в Астане, на базе Астана Хаба с IT-компаниями, в Алмате. Несколько раундов было встреч с IT-компаниями, где мы говорили, что для IT-компании организовали некий полигон. Мы выбрали Талдыкурганскую авиабазу. В этой воинской части сказали, все, кто хочет что-то к нам предложить, а их очень много раз в неделю, я стабильно получаю какие-то предложения со стороны рынка. Но вот за счет построения вот такой вот системы, я их перенаправляю в Талдыкурганскую авиабазу, говорю, покажите в реале. То есть презентация это одна. Прототип. Да, сделайте прототип, давайте мы посмотрим пилотно. Создали специальную комиссию, которая в конце года поедет и оценит применимость этих решений в армии. То есть иногда бывают, компании делают какие-то датчики для определения влажности воздуха. Ну, понятно, что это для армии не в первую очередь нужная вещь. Но, тем не менее, мы никого не ограничивали, но говорим, что этим мы пока не готовы заниматься и масштабировать. Но есть вещи, которые там, оцифровка, к примеру, складов вооружения, где мы видим, кто забрал это оружие, когда забрал, для чего, в каких целях, санкционирование, несанкционирование и так далее. Это важно. Эти проекты важны, и мы их будем масштабировать по итогу конкурсной комиссии. В то же время, вот, ребята, я не знаю, стартаперы, не стартаперы, но те, кто предлагал, например, те же самые датчики, они, конечно, могут ссылаться, наверное, на то, что прошли какой-то предотбор, скажем, Министерства обороны, и это тоже для них будет какой-то маркетинговый шанс. Спасибо вам за разговор. Успехов в работе. Да. Это была программа «Интервью». Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч в эфире.